День белорусской письменности Отмечается с 1994 года и проводится с целью пропаганды лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проводится в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. Из сообщений информационных агентств. Мы начинаем год культуры, и хотя это уже не первое мероприемство, падеи, импрезы, как бы тут не назовите, а лишь каждая зигна мой погляд знаковая. Потому что, когда узваживали быть в году культуры, то не быть, конечно же, подлишивали, может, это не самое доброе слово, а лишь глядели, что отвечает этому, какие могут быть падеи в этот год, какие даты, какие юбилеи и так далее. И когда поглядели, то тут же шмат у себя, тут и Богданович, тут и Крапива, тут и Славянский базар, и так далее, и так далее. И Шамякину, ты млеку, 95-й годе, со дня народжения. Свято-Покровская церковь в деревне Карма Добружского района. Именно здесь начинаются официальные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня рождения Ивана Шамякина. А по большому счету и к празднованию Дня письменности 2016. И, наверное, не напрасно, в белорусском языке слова «свято» и «святы» имеют общее происхождение. Великая литература, к созданию которой имел отношение уроженец деревни Карма Гомельской области Иван Шамякин, как и церковь преследует одну цель – духовное воспитание человека. Свои первые стихи он написал еще во время учебы в Гомельском техникуме строительных материалов. Однако прославился Иван Шамякин не поэзией, а прозой. Прошедший всю Великую Отечественную, с первого до последнего дня он много писал о войне. Глубокое течение, неповторимая весна, ночные зорницы, в поисках встречи и, пожалуй, самое знаковое произведение – антология «Тревожное шасти». Серия повестей, охватывающих период – от предвоенных дней до начала восстановления разрушенного хозяйства. По мнению критиков, она дает самое объективное представление о творчестве писателя. 2016 год, объявленный президентом нашей страны, годом культуры для Гомельской области, начался замечательным, очень значимым событием. Мы хотим, чтобы наша земля действительно оставалась знаковой для всех поколений. И самое замечательное, когда живет человек, и он жив до тех пор, пока жива о нем память, таким человеком для нашей земли является Иван Шамякин. Сегодня у Ивана Шамякина много последователей, правда, таких успехов в литературе пока не достиг никто. Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси было создано в 2005-м. Тогда в его рядах было всего 12 человек, сегодня уже более 50-ти. Много это или нет – вопрос в значительной степени риторический. Другое дело, что желающих получить билет Творческого Союза действительно немало. А на самом деле, если не писать, получается, чувствуешь какую-то внутри тяжесть. Оно что-то лишнее, что-то невысказанное, оно давит. На самом деле, давит. Особенно стихи, они просто требуют выхода, они просто просятся сами на бумагу. А проза, она тоже, ну немножко иначе, там герои словно бы тебя мучают, они хотят, чтобы о них рассказали. И это не шутки, это на самом деле так. Когда придумываешь какую-то историю, герои в каком-то мире, наверное, оживают. И если о них не рассказать, ты чувствуешь себя даже в какой-то степени перед ними, может быть, ответственной, обязанной рассказать эту историю. Впрочем, принимать в свои ряды всех желающих в Гомельском областном отделении Союза писателей Беларуси не спешат. Издать книгу сегодня не проблема, были бы соответствующие средства. Однако этот факт еще не делает автора настоящим литератором. В Совете Гомельского отделения уверены – некоторые произведения – обычный плагиат. Способности написать нечто действительно оригинальное есть, к сожалению, далеко не у всех соискателей. Многие хочут, але коли проанализовать, подойти критично, то не кожный человек, який умеет, скажем так, рифмовать, вот, родки, або писать, то есть в прозе, может быть членом профессионального союза. Вот, вот, сустракаются довольно творы, где отчувается вельми низкая филологичная культура. Что-то течение поэзии, то, ну, некое графоманство, вот, мало в образной мовы, метафоричной такой мовы, без чего поэзии в Оголе не может быть. Подготовка к проведению Дня письменности в Рогачеве для литераторов Гомельщины сегодня одна из приоритетных задач, в связи с чем в областном отделении Союза писателей разработали и утвердили специальный план подготовительных мероприятий. Основное внимание встречам с читателями и изданию новых книг. От сборника «Последователи» Макайонка до серии «Литераторы Гомельщины». Мы, конечно, хотели бы познаемить всю Беларусь и наших гостей, особенно с каждым из наших литераторов. В деле этого распочатся проект по подрыхтовуцам, и сейчас идет и верстание, и вычетка серых книжек. У серых, пробачьте эту этологию, «Литераторы Гомельщины». Они будут невеличкими, невеликим померам по 40-50 сторон. Это как бы свои особливые визитовки, какие можно покласть у кишени, взять с собой утягник, и поехать, и прочитать одночасово, и познаемность, и открыть для себя нового аутра. Среди тех, кто с нетерпением ждет проведения литературного праздника в Рогачеве, местный житель, член Союза писателей Беларуси, Владимир Шподарук. Бывший водитель и монтажник-высотник, он уже почти половину жизни прикован к инвалидной коляске. Сегодня его главный помощник, жена Нина, без нее, признается, ничего бы не получилось. Причем и в свои 65 поэт пытается оставаться оптимистом. Недавно даже получил главную награду Рогачевского района – «Золотой рок» в номинации за высокие профессиональные и человеческие устремления, любовь к жизни и людям. Первое стихотворение Владимир Шподарук опубликовал еще в 1967-м на страницах Рогачевского «Коммунара», тогда так называлась «Местная районка». Сейчас на его счету уже шесть изданных книг. Я такой был скромный, я такой застенчивый, потому что ужас, кого такое удалось, непонятно. Это такой стих. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Село Журавичи Рогачевского района – еще одно знаковое для белорусской литературы место. Примерно в 15 километрах отсюда родился будущий народный писатель Беларуси Андрей Макайонок. В Журавичах он закончил школу и сюда же вернулся после освобождения села от немецких захватчиков. Бывший дом его родителей сохранился до наших дней, правда, в сильно перестроенном виде. Имя Андрея Макайонка носит и местная средняя школа. Ровно 30 лет назад здесь создали музей знаменитого земляка. И уже 8 лет проводят открытый межшкольный фестиваль театральных коллективов в гостях у Левонихи. На последнем из них учащиеся Журавичской школы с отрывком из Макайонковского трибунала заняли первое место. Пьесы драматурга вообще широко ставились театрами разных стран. Еще в 1951 году театр Янки Купалы поставил драму Макайонка на досвидку. Потом были политический памфлет «Затюканный апостол» и «Народный лубок трибунал». Следующая пьеса «Таблетку под язык» отмечена как комедия-репортаж. Два последние драматургические произведения писателя «Похорельцы» и «Дыхайте экономно». Я лечу, что нельга у относенных до Макайонка говорить о том, что сучасный он и не сучасный. Он и был сучасный, и застается по сегодняшний день. У Вогуле наш музей запотребованный. У музей наведывается завсёды богато гостей. Причим, это не только наши белорусы, а и гости с далёкого замежа. За планированным на 4 сентября, днём белорусской письменности, в Рогащеве связывают большие надежды. По сути, это возможность даже просто провести дополнительные работы по благоустройству города. К нам приедет очень много гостей. И, конечно, хочется, чтобы дом, который встретит вот этот великолепный праздник письменности, был чистым, красивым, уютным. И, конечно, сегодня Рогачёвщина, как говорят, очень конкретно чистит пёрышки. Потому что, начиная от въезда в Рогачёвский район, конечно же, идёт наведение порядка. Нам сегодня погода благоприятствует этому. И, конечно, каждый готовится встретить гостей достойно и очень красиво. В Рогачёве очень надеются, что День белорусской письменности даст новый импульс и культурной жизни региона, что в год культуры особенно актуально. Впрочем, и сами рогачёвцы в стороне оставаться не собираются. Это одно из старейших зданий города. В 1914-17 годах здесь располагалось земское управо. А в 2015-м, после капитальной реконструкции, в здании открылся первый и пока единственный в Гомельской области дом книги. Сегодня это в первую очередь взрослые детские библиотеки. Однако, ко дню белорусской письменности здесь планируется организовать ещё и продажу литературы. Так уж случилось, что сейчас во всём районном центре нет ни одного специализированного книжного магазина. Здесь же, в Доме книги, День белорусской письменности пройдёт ряд официальных мероприятий. Гостей пригласят в обновлённый просторный конференц-зал. Ничего подобного раньше в Рогачёве не было. И, конечно же, к большому литературному празднику работники культуры готовят несколько массовых акций. Стартует с апреля. Мы планируем акцию «Читающий автобус». В автобусах городского маршрута озвучиваем тоже стихи, какую-то информацию о библиотекарях, о библиотеках, о писателях в обязательном порядке. И, возможно, предоставим какую-то литературу. То есть мы в автобусах будем что-то предлагать. Вот такая акция. У нас объявлен ряд конкурсов. Наш традиционный конкурс «Лето книга. Я. Друзья». То есть в течение всего лета все библиотеки в городе и на районе проводят мероприятия. Мы их потом оцениваем, подводим итоги. Ещё один наш конкурс – конкурс к 120-летию Кондрата Крапивы. Конкурс проходит по нескольким номинациям. Это и лучшее представление творчества автора. Это и конкурс чтецов на лучшее произведение. Это лучшая театрализация. Вспомнят в День белорусской письменности и о таком историческом событии, как 75-летие начала Великой Отечественной войны. Здесь, пожалуй, центральное место отведено Рогачёвскому музею народной славы. У города действительно богатая военная история. В июле 1941-го вместе со Жлобином он вошёл в число первых городов Белоруссии, освобождённых от немецких захватчиков. Тогда здесь отличился 63-й стрелковый корпус под командованием генерала Леонида Петровского. И именно здесь, но уже в 44-м, орденом Красной Звезды, был награждён будущий лауреат Нобелевской премии – Александр Солженицын, тогда командир батареи звуковой разведки. Среди тех, кто освобождал Рогачёв, был, кстати, и приёмный сын верховного главнокомандующего – Артём Сергеев. В семью Сталина он попал после смерти своего отца – старого большевика Фёдора Сергеева, больше известного по партийной кличке Артём. В своё время в его честь в Советском Союзе были названы десятки населённых пунктов и улиц. Обо всём этом в музее обязательно расскажут гостям праздника. При том, что ко дню белорусской письменности экспозицию планируется обновить и сделать ещё более интересной. Хотя только этим сотрудники музея не ограничатся. По ко дню письменности планируем выставку этнографическую, выставку о писателях, которые имеют отношение к нашему району. То есть это наши классики Андрей Макайонок, Владимир Короткевич, Михаил Слоньков, Самуил Галкин, ну и другие. То есть выставка экспонатов и произведения, посвящённые их творчеству. Также у нас планируется инсценировка, отрывка пьесы Макайонка-Леониха «На орбите». Каплановские чтения, посвящённые творчеству нашего земляка, всемирно известного художника-графика Анатолия Львовича Каплана. И выставка его работ подлинных. Спешу вам похвалиться, что на сегодняшний день у нас 43 подлинных его работы. Белорусский Рогачёв на 5 лет старше летописной Москвы и ровесник Гомеля. По количеству населения это седьмой город Гомельской области. Сегодня здесь проживают около 35 тысяч человек. Впрочем, во время проведения Дня белорусской письменности количество людей на улицах города значительно увеличится. Сегодня в организационном комитете разработан план мероприятий по подготовке и проведению праздника. Предусмотрено всё. От ремонта и благоустройства объектов до координации взаимодействия операторов мобильной связи. До 1 августа на улицах города появятся рекламные растяжки, плакаты и бигборды. В эти дни завершается создание режиссёрско-постановочной группы, после чего будет разработан график проведения репетиций участников праздника непосредственно в Рогачёве. Свои программы, кстати, на Дне белорусской письменности представят коллективы со всей страны. Хочем пропоновать Рогачёву принять спектакль «Песнярг». Это спектакль, просвеченный как раз юбиляру этого года у Владимира Мулявина, який отрымал специальную премию керавника державы дьячам культуры и мастерства. Ну и Министерство культуры, наши творчие коллективы, наши режиссёры, примут активный отдел у проведении главных таких святочных мероприёмцев, церемоний открытия и закрытия этого свята. А так само у выборы лауратов и рамошцев национально-литературной премии. Редактор субтитров А.Семкин